Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реальные кадры». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в молодежном центре «Оазис», где буквально через неделю пройдет фестиваль «Атмосфера». Василий, расскажи об этом фестивале подробнее, вообще о идее его, как он появился, ну и, конечно же, чем будете радовать в этом году своих зрителей. Фестиваль «Атмосфера» существует достаточно давно, уже более 8 лет, если мне память не изменяет. Это будет 22-й фестиваль. Фестиваль. Традиционно он проходит в селе Дубки Денцовского района, и на нем выступают живые музыканты, играющие живую музыку, в основном гитарную. И, собственно, стараемся с каждым новым фестивалем делать его чуть более интересным, чем был прошлый фестиваль. Фестиваль. Ближайший состоится 1 июля. Он состоится, будет проходить в формате open air, то есть он пройдет на открытом воздухе, на поляне, на территории Дубковского дома культуры. Во сколько начало фестиваля? Кого вы приглашаете, кого ждете, кто может прийти и насладиться отличным музыкой? Начало фестиваля в 16.00. Мы приглашаем всех, всех людей, которые любят приятно и культурно проводить время на открытом воздухе, слушая хорошую музыку. И детей, взрослых, подростков, абсолютно всех. То есть возрастного ограничения никого нет. Помимо музыкантов будут еще ребята-художники, которые покажут и научат всех желающих техники граффити, спрей-пейнта. То есть они рисуют различные космические пейзажи баллончиками с краской. Можно ли будет это попробовать? Да, конечно. Это можно будет попробовать, да, непосредственно на месте проведения фестиваля. Мы традиционно сделаем зону, так сказать, чайную, где люди смогут налить себе чаю, там, с печеньками, с плюшками попить. Поваляться не на траве мы постараемся сделать так, чтобы уже было удобно и комфортно расположиться на поляне. А почему решили все-таки провести прямо на поляне фестиваль? Потому что все-таки Open Air мы проводили чаще всего, проводили в закрытых помещениях. Это связано и с временем года, конечно, и с погодными условиями. И как только погода, лето нам позволяла, мы старались проводить на улице. Конечно, чаще всего из этих 20 с лишним фестивалей, чаще всего они проходили в закрытых помещениях. Вот, поэтому это, конечно, я думаю, возможность такая, надо ей воспользоваться. В общем, надо воспользоваться этой возможностью и прийти, потому что я не знаю, где еще в районе Одинцовском проходит, ну, это не рок-концерт, я бы не назвал это рок-концерт, у тебя там рок-группы тоже играют. Это фестиваль живой музыки. Где еще проходит фестиваль живой музыки, вот, летом, да, до 2017 года в Одинцовском районе? Только в одном месте, в Дубках. Кто участники фестиваля, кто в этом году приедет радовать наших жителей? В этом году выступит, как минимум, в афише фестиваля заявлено 7 коллективов. Совершенно разные направленности от, такие будут, не знаю, поп-рок, будут играть, будут играть джаз-рок, блюз, будет команда из Москвы, специально, которую мы пригласили, да, то есть это в основном будут команды, которые так или иначе с Одинцовским районом связаны, либо проживают здесь, либо занимаются, вот, в молодежном центре УАЗИС, вот, но приедут, приедет группа из Москвы, две, вот, одни играют очень зажигательную такую музыку, диско-фанк, я бы сказал, вот, они Пальма-Плаза называются и выступают на больших фестивалях. Субтитры создавал DimaTorzok Благодаря фестивалю «Атмосфер» появились ли ценители музыки, и, в частности, те, кто выбрал для себя вот такое хобби и, может быть, пришел в вашу студию, и сейчас здесь играет, как-то присоединился к группам, познакомился, то есть, может быть, нашел для себя какое-то новое направление творчества благодаря этому фестивалю? Ну, я думаю, конечно, потому что, понимаете, то есть, музыканты, вот, конечно, они могут играть, они могут найти даже место, где играть, хоть это, да, сложновато, да, если там барабаны, ты не будешь играть дома на барабанах, да, вот, соответственно, люди ищут, да, какие-то возможности, где можно вот так группой заниматься, вот, но помимо этого им же нужно где-то выступать, вот, и, собственно, какой шанс у группы, которая даже долго репетирует, да, и, наконец-то, она материал свой сделала, и он хороший, там, может быть, шикарный, его приятно слушать, но как им выйти к аудитории? Единственное, что им остается, это ездить в Москву, искать, там, собственно, возможность, да, играть в клубах, а, естественно, в Москву едут не только музыканты из Одинцова, да, оттуда едут вообще все музыканты, и там чудовищно, это уже переизбыток, собственно, музыкантов, конкуренции и так далее, вот, а то, что мы делаем этот фестиваль, мне кажется, вообще всем ребятам они, ну, все за, то есть они... То есть, в общем-то, практически у себя дома, на своей площадке, для своего зрителя играть и найти своих ценителей, в первую очередь. Своих ценителей, найти новых зрителей, рассказать о себе, и, то есть, не знаю, многие, может быть, даже и никогда бы не услышали до, вот, да, группу, а вот, послушав ее на атмосфере, они полезут там в интернет, в контакт, найдут эту группу, вступят в это, в сообщество этой группы, не знаю, будут слушать их, скачивать записи, вот, собственно, так оно и происходит. Как готовитесь к фестивалю атмосферы? Как репетируют ребята? Где они репетируют? И все ли у вас уже, ну, практически-практически готово? Ну, я надеюсь, что практически все уже близко к тому, чтобы, так сказать, все уже, фестиваль состоялся. Конечно, есть организационные трудности, это неизбежно при организации, да, любого, там, концерта, опен-эйра, тем более. Вот, ребята репетируют, большинство репетируют здесь, в УАЗИСе, вот, ну, естественно, те группы, которые из Москвы, они, естественно, репетируют на московских студиях, вот, но, тем не менее, связь мы с ними поддерживаем, и они, как бы... То есть, кто сегодня придет в эту студию, потому что, ну, прям буквально через несколько секунд приедет группа, будет проводиться репетиция, мы за этим понаблюдаем с нашими телезрителями, кого мы увидим сегодня? Ну, эта группа, она тоже будет выступать на фестивале атмосферы 1 июля, группа называется Ёлк, вот, играет они, я бы сказал, как это охарактеризовать, блюз, 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 блюз-рок, наверное, блюз, джаз, блюз-рок, вот, такую... Микс. Микс, да, вот. И, собственно, вот сейчас с минуты на минуту они должны подойти и начать репетицию. Ну что, будем встречать гостей, ну и, конечно же, предлагаю тебе еще раз пригласить всех на фестиваль атмосфера, который пройдет 1 июля на территории Дома культуры Дубки. Приглашай! Приходите все, кто ищет позитивную творческую атмосферу. 1 июля в селе Дубки, улица Советская, дом 7, территория Дубковского дома культуры, на открытой площадке состоится фестиваль живой музыки атмосферы. Будем рады всех видеть. Не приключайтесь, оставайтесь на телеканале ОТВ, вас ждет много интересного! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот мы вам представили группу Ёлк. Антон, ты вокалист этой группы. Расскажи, пожалуйста... Ну, в первую очередь, конечно же, о таком интересном названии. Как оно появилось? Ну и несколько слов о своей группе, о ребятах, с которыми вы вместе играете, где выступаете, о вашем творчестве совместном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мои ребята очень известные такие в своих кругах музыканты. Они очень делают качественный продукт, образованные. Кто-то самоучка, кто-то начинал с блюза, кто-то им до сих пор живет. У нас очень опытный барабанщик. Соответственно, командочка подобралась очень такая сильная. Соответственно, надо было как-то что-то предложить, чтобы я был интересен и для такого уровня музыкантов. И я предложил свои песни. Они достаточно необычные, несколько странные, но, может быть, в этом есть какая-то фишка, какая-то изюминка. По поводу названия. Родилось оно очень спонтанно. Каждую неделю оно менялось. Что-то возникало новое, что-то возникало глупое. Ну, какие были варианты? Давай. Лотофаджи, молоко, множество разных продуктов. Наверное, это все из-за того, что я люблю правильно питаться и навязываю это потихонечку своим парням. Вот. И как-то так вышло. Мы решили просто не запариваться и не заморачиваться над названием. Взяли одно из самых коротких слов, обозначающих желток с английского языка. И вот мы теперь желток, только елк. Это очень странно, да, не судите на строго, но мы просто веселились. О чем твои песни, о чем ты поешь, как они рождаются? Рождаются они спонтанно, никогда они специально не рождаются. Я не сижу, не пытаюсь их написать, не мучаюсь. Так сказал один из очень известных советских композиторов. По-моему, он написал за главную тему какого-то очень важного фильма. Я его забыл, я укаюсь. Но посыл был такой. Если ты мучаешься над песней, не пишешь ее за минуту, значит, это плохая песня и все. Возможно, я с ним в чем-то согласен. Песни мои, в принципе, ни о чем, да и обо всем. Каждый увидит свой смысл. Кто-то смысл не увидит. Ну, смысл я свой вкладываю, а кто что видит, это уже достаточно интересно. Потом общаться, спрашивать, что же тут было вам понятно. То есть ты пишешь и стихи, ты пишешь и музыку, или музыка уже, аранжировка рождается позже и совместное творчество такое? В этом плане мне очень повезло, повторюсь, потому что у меня очень высокого уровня музыканты. Я такого бы не потянул. Я приношу скелет музыкальный и со стихами. Соответственно, ребята уже на свой суд это все рассматривают. Думают, какую создать можно аранжировку, как, что сюда добавить, что отсюда убрать. И получается вот такой совместный продукт четырех, пяти таких качественных музыкантов, опытных и меня. Где вы выступаете, ну и, конечно же, ваша история с фестивалем «Атмосфера». Фестиваль «Атмосфера», что хочу рассказать. Это очень интересный такой праздник небольшой нашего общего друга Василия, кстати, по совместительству нашего звукорежиссера и человека, который помогает нам записываться. Позитивно, радостно, солнечно. Ну, обычно солнечно. Сейчас, надеюсь, тоже будет солнечно. Зовем солнце. Надеюсь. Первого июля зовем все солнце в дубки. Может быть. Что вам осветило полянку. Да, ну хотя бы. Ну хотя бы. Ну хотя бы без дождичка. Но ничего страшного. В любом случае настроение не будет испорчено. Будет весело, будет круто, будет здорово. Спасибо большое Василию за то, что он делает такие мероприятия, создает, где творческие люди могут прийти, послушать что-то, поиграть, провести время с пользой, да, и порадоваться. Вот. А где мы выступаем? Ну, где пока особо сильно мы не выступаем. Мы больше делаем продукт. Мы больше записываемся, чтобы это все потом, может быть, кому-то показать, какому-нибудь серьезному человеку, который нас потом доставит выступать. Антон, ну о чем ты мечтаешь, о чем мечтают все твои ребята, о чем мечтает ваша группа? Ну, так, может, там, на плане. Стать ребятами, которые цепляют своим творчеством, которые не пройдут просто так мимо ушей, которые либо не понравятся, либо понравятся, но они будут нейтральными, да, безвкусными. Поэтому вот. Вот, наверное, основная наша миссия. Просто нравится просто трогать слушателя. И уж чтобы он хотя бы нас услышал. Ну, спасибо и удачи на фестивале. Спасибо. Приедем и послушаем. А к нашей программе присоединился еще один участник фестиваля «Атмосфера». Я бы даже сказала, постоянный его участник. Вячеслав Павлов, вокалист группы «Август 31». Уже Василий говорил о этой группе. Я знаю, что ты практически выступал на всех фестивалях. Вот расскажи о твоей истории с фестивалем «Атмосфера». Ну, вот мы как раз живой пример группы, которая о себе заявила с помощью этого фестиваля. Если бы не Василий и вот эта организация, если бы не «Оазис», наш дом, то вряд ли бы нас кто-нибудь услышал. Ну, будем объективными. То есть мы пытались, конечно, мы о себе заявляли в интернете и в Москву езжали, но именно вот своего слушателя постоянно мы нашли именно здесь. Поэтому это отличная возможность. Мы вот сейчас всем музыкантам, которые только начинают, вместе с нами время проводят, мы им советуем сюда приезжать и сыграть. То есть это действительно хорошо. Ну и, конечно же, сами Вы постоянные участники этого фестиваля. Мы не позволяем себя пропускать, да, постоянно приезжаем, играем, даже если очень заняты, даже если где-то там отъезжают все, все равно приезжаем и принимаем участие. Ну, расскажи о Вашей группе, почему такое интересное название, расскажи о ребятах, с которыми Ты играешь. Чем Вы все занимаетесь? Я так понимаю, все-таки музыка, наверное, для большинства – это хобби? Ну, мы стараемся выйти из ряда хобби, естественно. Что-то у нас получается, о себе особо еще глобально еще не заявили, но постоянно стараемся, совершенствуемся. Свою слушатель есть, это радует. Что могу сказать о ребятах? Мы, в первую очередь, друзья, они музыканты. Это, наверное, самое главное для меня. Изначально группа собиралась именно с таким посылом. А кто ее организовал? Как вот все началось? С чего началось? Появилась гитара или клавиша, или появился вокалист? Вот как образовалась Ваша группа? Группа образовалась, нескромно сказать, с меня. Я выпросил еще тогда у родителей гитару свою первую. Забросил ее сразу же, естественно. Потом через какое-то время тяга к музыке взяла свое. И написала я первую песню, которая называлась «31 августа». Именно она дала название группе. И после я узнал, что мой друг, мы вместе учились в школе, он начинает ослаблять барабаны. И я позвал его. И также выяснилось, что мой одноклассник освоил бас-гитару неожиданно. Вот так все и произошло. Не без перемен состава, конечно. Все все понимают. То есть были какие-то разногласия, но никаких конфликтов. Просто творческие разные интересы. То есть состав менялся. Вы поете, играете то, что создаете сами. Да, мы свой материал играем. Ну, реже каверы, но, как правило, свою музыку. Записываемся здесь же. Я приду к тебе среди ночи, я обниму тебя, любя. И на ушко, что я смочу, прокричу. А вот и я. А вот и я. Что бы ты пожелал всем участникам фестиваля «Атмосфера-2017» и, конечно же, всем зрителям этого уникального события? Участникам я пожелал бы не бояться себя и отжечь на полную катушку. И мы сделаем то же самое. Гостям фестиваля приходите обязательно. Не пожалеете. Здесь очень тепло, уютно и раево в то же время. Вы смотрели программу «Реальные кадры» 1 июля. Дом культуры Дубки. 16 часов. Состоится фестиваль «Атмосфера». Мы ждем вас.